Давайте сразу же начнем разбираться. Какие конкретно задачи из всего этого списка депутаты могут решить в разумные сроки? У нас в студии Татьяна Острикова, народный депутат, фракция «Самопомощь» Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей фракции «Блок Петра Порошенко» и политический эксперт Владимир Фисенко. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Алексей, с вас начнем. Бюро финансовой безопасности, которое должно, по идее, заменить налоговую милицию. Вы верите, что в течение этого года этот новый орган будет создан и заработает? Мы видим, по примеру, Госбюро расследований, которое уже запустится не может очень долгий период времени. Не повторится ли здесь такая же судьба? В преддверии Пасхи я могу быть только оптимистом. Конечно, верю и думаю, что заработает. И мы увидим, что будет меньше давления на бизнес и станет более европейской эта структура. Татьяна Острикова, вы как специалист очень много общаетесь с бизнесом. Давление вы верите, что станет меньше? Все эти силовики, которые останутся, они откажутся от старых схем? Как вы думаете? Данный законопроект не решает основную задачу реформи финансовых расследований. Он не восстановит доверия бизнеса до этого органа, который должен бороться с схемами, а не цькувать предпринимателей. Мой законопроект про финансовую полицию как единственный аналитический орган финансовых расследований лежит в парламенте с 2016 года. И почему-то не нашелся политической воли его расследовать и ухвалить. Но в данном законопроекте очень много президента. Президент призначает, президент звольняет. Но в данном законопроекте присутствует силовый блок данного правоохранного органа. И поэтому эти знаки вказают на то, что этот орган будет создан как черговый орган тиска. Тим больше, что жодные повноважения СБУ заниматься контрразвиткой в сфере защиты экономики, этим законопроектом не забираются. Так же, как и повноважения полиции, так же, как и повноважения других органов. Но есть определенная соперечность с подследованием НАБУ. И поэтому есть возможность вважать сегодня, мы чуем, от активистов, от экспертов, что данный законопроект и данный орган будет передумовой того, чтобы потихоньку забрать подследованием НАБУ. Что до такой гучной статьи, как раскрадание державных коштев шляхом зловживания службовым становищем. Алексей? Знаете, а как может быть без силового блока правоохранительный орган? И во всем мире у подобных органов есть силовый блок. В конце концов, добрым словом и кольтом можно добиться больше, чем добрым словом. Это уже известно много сотен лет. Поэтому, безусловно, этому органу нужен силовой блок. И здесь я не понимаю коллегу, как она желала бы его видеть без силового блока. Что касается претензий, что там много президента, но президент подал законопроект, давайте его обсуждать в парламенте. Но в конечном итоге президент его обозначил как неотложный. И в конечном итоге, я думаю, что именно президент несет ответственность за ситуацию в стране, в том числе в сфере нацбезопасности, с которой напрямую связано. И эта сфера, и в этом есть логика. Владимир, вы как не политик, а как человек, наблюдающий совсем со стороны. Вам не кажется, что вот у нас создание новых органов стало уже практически какой-то, не хочу говорить параноидальной, но просто самоцелью. У нас на следующей неделе трехлетие НАБУ. У нас есть еще САП. У нас есть Госбюро расследований. Еще есть много силовых органов, которые остались с прежних времен. Насколько это все эффективно? Ну, на самом деле, такая ситуация не только у нас, во многих странах мира. И в данном случае, вот такая дифференциация правоохранительных органов, она связана с тем, что необходимо обеспечить их функциональность и определенную самостоятельность. Чтобы не было как раз вот наличия различных правоохранительных функций в одном органе. И тогда монополизируются и контроли, и силовые функции, и собственно правоохранительная деятельность. А так, отдельные функции, например, функции следствия, вносятся в отдельный орган. Причем, я напомню, решение о создании вот этого отдельного органа следственного было принято еще до Майдана. Реализуется уже потом, и то затянулся процесс создания. Антикоррупционные органы. Специализированная антикоррупционная прокуратура выполняет прокурорские функции. Сугубо процессуальные функции. А, собственно, расследовательную работу ведет НАБУ через детективов. Так и здесь. Вот я согласен, что тут есть риск тоже некоторого дублирования функций по расследованию тех или иных финансовых правонарушений. И какой-то конфликт интересов между НАБУ и вот этим новым органом финансового надзора, он может возникнуть. И вот такого дуализма надо избежать в процессе работы над законопроектом. Поэтому проблема тут определенная есть, но мы идем тем путем, который, собственно, проложен цивилизованными странами. Дифференциация этих органов для того, чтобы не было чрезмерной их монополизации и, соответственно, более такого мощного силового давления на бизнес и на общество. Ну, тут еще главное найти ответ на вопрос. Сейчас мы его точно не найдем и обсуждать не будем. Как научить людей из этих новообразованных органов, работающих там, научить жить на одну зарплату? Вот это, по-моему, самое сложное в нашей стране. И работать по закону. Ну, да. Закон о нацбезопасности приняли в первом чтении. Что изменится? И вот почему работа, я не могу понять, над этим законопроектом ведется только сейчас, когда уже 4 года идет война в стране. На самом деле два очень важных закона о нацбезопасности, как правильно сказали, и о дипслужбе. Они очень связаны, потому что это два фронта. Есть фронт на Востоке, есть дипломатический фронт. Если мы говорим о нацбезопасности, то этот закон, который вводит понятие гражданского министра обороны, гражданского контроля, в том числе за деятельностью СБУ, что мы прописали с голоса прямо в зале, для того, чтобы во втором чтении это было учтено. На следующей неделе пройдет большая конференция с участием представителей НАТО, для которой, собственно, НАТО и Европейского Союза, с которыми будем обсуждать изменения и правки к этому закону. А закон очень важный. Я с вами соглашусь, что его надо было принимать, наверное, раньше. Но, как часто бывает в нашей стране, тактические задачи, они не давали возможность решать стратегические проблемы. А вопрос стратегический, как нам развивать вооруженные силы, какой будет структура их управления, какой будет структура их контроля. В этом законе это все выписано, и все это приближено к европейскому стандарту. Главная задача наша, чтобы мы с нашими коллегами, которые нам сегодня помогают, вооружением, обучением и так далее, разговаривали на одном языке, одними понятиями. Когда мы говорим, там, я не знаю, сбройный конфликт, чтобы мы вместе с ними имели в виду одно и то же. И эту задачу этот закон решает. Ну, главное, ну, впереди еще второе чтение. Главное, чтобы не было так, как закон о реинтеграции Донбасса. Его только полгода обсуждали, а потом носили такие правки, противоречащие друг другу, что, в общем-то, это затянуло надолго процесса. Дай бог. Продолжаем разговор с нашими гостями. Татьяна Острикова, народный депутат, самопомощь, Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко и Владимир Фисенко, политический эксперт. Татьяна, вам вопрос как юристу. Вот чем может закончиться вся эта история с активистами? Те, кто не подал декларацию до 10 числа, они действительно будут нести юридическую ответственность? На мою думку, громадские активисты и антикорупционеры должны ответить и ответить лишь перед теми, кто дает им техническую помощь или грантовые деньги. Чи то члены их громадских объединений сплачут внески, чи то международные организации сплачут им деньги для тех или других проектов. И именно перед этими людьми антикорупционеры должны ответить, а не перед Податковой, не перед Национальной Агентацией за обеспечением коррупции. На жаль, так трапилося у нашей владе, что для них эта ситуация сейчас, чем лучше, тем лучше. Не ухвалили жодного из предложенных законопроектов. Для чинной влады, для чинной коалиции это очень хорошо, потому что это консервирует состояние, как он есть. Багато кто из громадских активистов ожидал, что Верховная Рада у второго не только скасирует декларирование, а еще и декриминализирует именно для громадских активистов, антикорупционеров, эту статью Криминального кодекса. Оскільки цього не сталося, а дехто не подав декларацій, на сегодняшний день есть правовие подставы притягивать их даже до криминальной ответственности за умисное не поддание декларацій. И тому я очень надеюсь, что наши европейские, международные партнеры будут чинить тиск на украинскую владу. И уже есть такие жорсткие заявы Еврокомиссара Хана, что это шкодит евроинтеграционным процессам Украины. Оскільки антикорупционные громадские организации это то громадянское суспільство, которое и покликано быть активным драйвером и контролером влады и политики, которую она проводит. Алексей, несколько недель назад в этой студии вы говорили о том, что закон все-таки примут, и голосование будет успешным. Что пошло не так? Я и сегодня уверен, что закон примут, и голосование будет успешным. Ну подождите, но вы уже не первый раз уверены, не первый раз обещаете. Я пообещать не могу, я один не решаю задвиженную часть. Для мобилизации голосов за отмену декларации для активистов, да, еще и проведут еще отмену ответственности за неправильное декларирование или ошибки в декларировании для политиков, чиновников. Знаете, так потихонечку и своих из-под удара выведут. Нет, не получится. К сожалению, я не контролирую 226 голосов в парламенте, поэтому своим решением не могу ничего сделать. Если вы посмотрите на мои голосования, я голосовал и в марте, и в апреле за то, чтобы отменить декларирование активистами. Но я безусловно убежден, что вопрос этот будет решен, на следующей неделе мы опять к нему вернемся, и все-таки отменим это декларирование. Хотя все это немного буря в стакане воды, потому что, поверьте мне, готов с вами биться об заклад, и можем подвести итоги, например, в конце этого года, ни один антикоррупционер по этой статье и по этому поводу не будет привлечен к ответственности, у него не будет создано никаких проблем, и проблема эта будет решена. Вы как человек, который не контролирует даже 226 голосов в парламенте, даете такие громкие обещания. Как это можно проконтролировать, и как это можно обещать? Я сказал, что я готов с вами биться об заклад, я не сказал, что я могу это гарантировать. Я уверен в этом, это моя политическая оценка как политика. И мы можем увидеть это, я повторюсь, в любое, например, в конце года или в следующем году, не будет это использовано против активистов. Все это сегодня, эта история, мне кажется, несколько раздута. И она не стоит того огромного внимания, которое ей уделяется, потому что никто с помощью этих механизмов преследовать общественников не будет. Странно тогда реакция Европы и того же Хана, но если эта история не заслуживает внимания. Есть вещи, которые, они, безусловно, борются за то, чтобы их понимание и видение того, как это должно быть, было реализовано. Поэтому они его заявляют. В то же время, я единственное, что хотел сказать, есть моральная сторона вопроса. Знаете, как говорят, проповедуя, чтобы что-то проповедовать, это надо исповедовать. И тоже странно иногда смотрится, когда антикоррупционеры декларируют миллионные доходы. Но хотя это, безусловно, действительно вопрос к тем, кто им эти средства дает, и те организации, чьи они средства осваивают. И снова хочу услышать трезвый взгляд со стороны. Владимир, на фоне истории вокруг декларации антикоррупционеров, и на фоне вообще вот этих вот схваток антикоррупционеров, и в том числе и Верховной Ради на этой неделе. Вы верите, что будут решаться такие глобальные вопросы, как, например, создание антикоррупционного суда? Не утонет ли все это вот в этих бурях, в этой пене, в этой скандале? Ну, я вам скажу, что вообще приближение выборов будет усложнять решение любых стратегически значимых и таких, я бы сказал, структурных стратегических вопросов. Что касается антикоррупционного суда, я думаю, что, скорее всего, закон об антикоррупционном суде все-таки примут. Другое дело, в какой редакции? И как к содержанию, к основным нормам этого закона, особенно к процедуре, скажем так, применятия решений, какой будет статус и роли международных экспертов при отборе судей? Вот, в зависимости от этого, важной будет реакция наших международных партнеров. Вот это значимый будет момент. А сам закон, скорее всего, примут, хотя я не исключаю, что вот как и с этим законом может быть, знаете, некий такой марафон. Пока в первом все не примут, потом как бы во втором ситуация может затянуться. Но в любом случае, давление наших западных партнеров, их позиция, она достаточно значимая. Владимир, вот давление западных партнеров, это все хорошо, но нам от них не только давление нужно, нам нужна от них еще и поддержка. Чего ждать от Запада вот на фоне вот этих всех наших историй, антикоррупционной вот этой вот грызни? Самое главное, конечно, кредитов нам ждать или нет? Как вы думаете? Вот по итогам этой недели, например. Вот я бы сейчас не торопился, к сожалению, наверное, с ответом на этот вопрос, потому что ситуация очень неоднозначная. Вот я уже сказал, что вопрос, как отреагирует на принятый закон об антикоррупционном суде и когда он будет принят. Есть там еще другой более частный, но также значимый и конфликтный вопрос о цене на газ. О возможности и даже необходимости повышения цены на газ, на чем настаивает Инстагаз, Украина в частности. Вот это тоже определенная проблема. И я не исключаю, что, к сожалению, вопрос о продлении сотрудничества с МВФ может затянуться. Кто его знает? Я не исключаю такого варианта, что в этом году этого и не будет. И проблему будет решать за счет евробондов. Ну да, конечно, та еще ситуация, когда и цену на газ повысишь, потеряешь электоральную поддержку. Такая, да, буриданова дилемма. И хочется получить, да, да, да. И надо пойти навстречу. И в то же время есть различные политические интересы, связанные с тем, что не хочется подставляться, не хочется рисковать с антикоррупционным судом и так далее. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Татьяна Острикова, Алексей Гончаренко, Владимир Фисенко были гостями подробностей недели. Спасибо.